а в этом году я решил провести такой эксперимент 20 мая посадил картофель причем на эти один ряд посадил всего картофель который уже такой трухлявый весь морщины видно очень плохой картофель я думал может или выкинуть его или вот решит решил все-таки посадить думал просто посажу пораньше от гниет гниет просто у нас 20 мая этапа рано ранняя посадка в этом году но и обычно всегда обычно у нас в июне сайт потому что у нас морозы за минус ночью ну и земля очень холодная у нас как раз 20 мая только вылез вылезли листочки то есть это это очень рано поэтому ну я думал садить не садить но все-таки решил провести эксперимент эксперимент чем заключался позади не просто землю так как почти вся картошка может быть точно вся она сгнила бы а посадить ее в сено причем а сено и сверху и снизу сверху и снизу то есть клубень внутри вначале получается выкопал ямку туда положил сено траву или траву не помню полную сено свежесть немножко подсушенную траву да положил клубень и сверху еще раз засыпал сено и все это закопал землей а еще туда я ложил клубень и золу золу ну и вот посадив это через месяц только она сошла это не вся начала сходить первые там несколько кустов на проверял смотрел и очень долго на сходила в конечном итоге она зашла и очень долго цвела очень долго сейчас скажу какое число 26 августа то есть уже уже пора копать основную картошку вот если сейчас покажу вот туда вдалеке там я посадил картошку почти в это же время 24 там уже она полностью созрела уже пора выкапывать даже здесь уже картошка догнала эту ну там вот я позже посадил совсем поздно там уже в конце июня он цветет я досаживал несколько кустов погибло поэтому она цветет это уже представьте я посадил рано это давайте еще скажу это получается что он больше трех месяцев представьте она еще цветет удивила меня конечно картошка в первом ряду которая посадил который очень долго цвела ну а траве все не она прорастает позже результат этого года показали именно это что если посадить со всех сторон в траве или все не то она будет расти дольше дольше чем если бы просто посадили в землю но меня удивило вот что удивил урожай я посадил самую плохую самую дряблую дряхлую картошку который думал выкидывать но решил все таки посадить ее чисто вот чтобы съесть но интересно что то во первых большое изобилие клубе клубней гигант то есть многое вернее иногда попадаются большие клубни как вот например то есть это учитывая что смотрите что я садил самую плохую картошку дряблую плохую сейчас я до собираю и я покажу вам 11 кустиков то есть здесь самое разное 7 сортов такой картошки даже не знаю что это за сорт такая незрачная некрасивая но большой изобилие и получается где-то три с половиной четыре куста ведро вот такой дряблый а что было бы если посадил бы нормальную бы не знаю следующем году посмотрим но и другие сорта сейчас покажу так ну вот здесь получается вот в этом сорте два ведра 7 лунок 7 кустов ну и здесь еще пол ведра а вот интересно этот сорт такой какой-то необычный я заметил что нету ни одной картофелины заражены фитофтором но и почти все клубни то наверно все в большей или меньшей степени заражены паршой и в основном в большей да посмотрите вон сколько парши поражение паршой вот смотрите да клубни смотрите мощные да несмотря на то что я садил тут дряхлую там слабую мелкую картошку видимо вырождение данного сорта идет вот это вот этот клубень я назвал бегемот вот его морделька бегемотик толстый животик это хвостик да это голова бегемот 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 на интересные клубни бывают и вообще комедия рождение сорта поэтому так я не знаю что за сорт высокоурожайные скорее всего так как три-четыре куста ведро да ну учитывая что я посадил дряхлую картошку возможно знаете что еще это возможно из-за того что я посадил не просто в землю а именно в траву трава когда спрела стала удобрением также туда засыпал залу но я и в других местах сыпал залу да ну вот отличие в том что я траву засыпал и с нижней с верхней стороны посадил рано чтобы она не замертва хоть и росла поздно всхожесть да была плохая долго всходило почти месяц ну тем не менее урожай хороший а вот это кстати картошка тоже родилась вот в траве хорошо выросла этот сорт которого рождается который я говорил ранее снимал видео там были средние клубни или мелкие здесь же есть крупные там только один крупный был здесь же смотрите сколько их крупных клубней то есть больше это два куста все здесь то есть данный сорта то здесь он лучше дал результат посаженный в траве а это мой сорт ну вот единственная картошка пораженная фитофторы вот она клубень у этого сорта из сего вот всех клубней только вот один клубень вот этот проезженный фитофторы все остальное нет так что можно делать определенные выводы по крайней мере мне чтобы может в следующем году я проведу нормальный уже эксперимент с нормальными клубнями и уже будет интересно интересно увидеть разницу обычный способ посадки под мульчой или может быть вот этот способ все не со всех сторон в земле ну и может быть еще какие-то другие эксперименты будут у меня вот если честно вот столько накопилось всяких идей что сделать следующем году как улучшить что-то до усовершенствовать я думаю будет интересно также хотел попросить вас если вы знаете что это за сорт да вот этот вот белый назовите пожалуйста если вы знаете что это сорт то что я не знаю напишите в комментариях будет интересно узнать какие вы высаживаете сорта и они высокоурожайные может быть не болеет паршой фитофторы и другими заболеваниями что устойчивого вообще есть такого и высокоурожайного то что было сочетание с одной стороны высокоурожайный сорта который хороший урожай дает ну и другой стороны чтобы был устойчивым болезням особенно основным болезням так что спасибо вам за внимание пишите комментарии смотрите еще другие видео на моем канале ну и до скорой встречи